Девушки отдыхают Сила оружия чувствуется в каждой линии его формы, в каждом грамме его веса. Этим и притягательно, и страшно оружие. Против кого направить эту силу, вопрос останется открытым, пока существует само оружие. Продолжение следует... История создания отечественного стрелкового оружия была непростой. Некоторые образцы стали известны на весь мир. Некоторые так и не вышли за рамки опытного производства. Различные огневые задачи, стоящие перед стрелковым оружием, привели к необходимости иметь на вооружении целую систему образцов оружия различного назначения. В этой серии речь пойдет об автоматах. Сегодня автомат является наиболее массовым видом стрелкового оружия и составляет основу системы отечественного стрелкового вооружения. Термин автомат чисто российский. Сначала так было названо оружие, разработанное Владимиром Федоровым в 1916 году. Затем в СССР также называли пистолеты-пулеметы. После создания промежуточного патрона образца 1943 года, это название перекочевало на новое оружие, на то, которое мы подразумеваем под словом «автомат сегодня». Во многих странах мира образцы оружия, подобные отечественному автомату, называют штурмовыми или автоматическими винтовками, а иногда автоматическими карабинами. Необходимость появления нового вида оружия под патроны меньшей мощности, чем винтовочной, появилась еще во время Первой мировой войны. Уже тогда стало очевидно, что оружие под винтовочные патроны, обеспечивающие дальность полета пули на 3-3,5 тысячи метров, применялось, как правило, на значительно меньших дальностях. Использование мощных патронов приводило к ненужному расходу пороха и металла, уменьшало носимый боезапас. Стрельба такими патронами сопровождалась сильной отдачей. Также мощные винтовочные патроны долгое время не позволяли разработать легкое и надежное автоматическое индивидуальное стрелковое оружие взамен магазинных винтовок. В России первую попытку создания такого оружия предпринял Владимир Григорьевич Федоров. В 1916 году он спроектировал свой автомат под патрон калибра 6,5 миллиметра. Этот патрон был меньшей мощности, чем принятые тогда в Европе винтовочные патроны. Федоров понимал, что для создания индивидуального автоматического оружия мощность винтовочного патрона избыточна. Но время для реализации его идей еще не пришло. В Советском Союзе реализовать на практике предложение Федорова по уменьшению мощности патрона удалось только после Второй мировой войны. В 30-х-40-х годах советское автоматическое оружие развивалось по двум направлениям. Автоматические и самозарядные винтовки. И пистолеты-пулеметы. В начале 40-х на Западе уже были созданы первые образцы оружия под патрон уменьшенной мощности. Интерес к такому оружию появился и у советских военных. Летом 1943 года состояло заседание Технического совета Наркомата обороны. На нем были рассмотрены образцы стрелкового оружия. Трофейный немецкий автоматический карабин МКБ-42. Он был создан под патрон меньшей мощности, чем винтовочный патрон. Это принципиально новое оружие впервые было захвачено красноармейцами на Волховском фронте в конце 1942 года. Машинен карабин стал прообразом немецкого автомата Штурмгевер-44. Вторым образцом стал самозарядный карабин М1, переданный нам американцами для изучения. Рассмотрев эти образцы, Технический совет Наркомата обороны принял решение о срочной разработке собственного патрона уменьшенной мощности и оружия под него. Позже этот патрон получил название промежуточного, потому что по мощности он как раз и занял промежуточное положение между пистолетным и винтовочным патронами. Промежуточный патрон легче и компактнее, чем винтовочный, а это значит, что носимый боекомплект солдата больше. К тому же промежуточный патрон это весьма ощутимая экономия пороха и дефицитных цветных металлов в производстве. Облик нового патрона в общих чертах был сформирован к осени 43-го года. В ноябре объявили конкурс на разработку индивидуального автоматического оружия под этот патрон. Требовалось создать автомат, самозарядный карабин и ручной пулемет. На первых конкурсных испытаниях лучшим был признан автомат Судаева АС-44. С ним конкурировали еще 7 автоматов не менее именитых отечественных конструкторов. Однако ни один из них не удовлетворял требованиям технического задания. Именно поэтому в конце 1945 года были доработаны тактико-технические требования к оружию и объявлен новый конкурс на создание автомата. В этот раз свой проект представил и старший сержант Калашников. Конкурс был закрытым и молодой конструктор подготовил документацию под шифром МИХТИМ, сокращением своего имени-отчества Михаил Тимофеевич. Конкурс оказался очень напряженным. Всего было представлено 16 эскизных проектов автоматов. Комиссия отобрала 10 из них с условием необходимых доработок. Рекомендации к изготовлению опытных образцов получило только 6 проектов. В металле изготовили 5. По результатам первого тура испытаний осталось всего 3. Среди финалистов был и автомат Калашникова АК-46. Тем не менее, ни он, ни другие образцы не удовлетворяли требованиям по кучности стрельбы, надежности и живучести. В мае 1947 года Калашников представил очередную версию своего автомата. У меня в руках АК-46 номер 2. Этот автомат сильно отличается от того оружия, которое мы сегодня называем автомат Калашникова. По-другому были устроены детали автоматики. Другая крышка ствольной коробки и ствольная коробка. Вы видите рукоятку перезаряжания, которая находится слева. По-другому устроены предохранитель и переводчик огня. Этот автомат Калашников представил в двух вариантах. АК-46 номер 2 имел постоянный деревянный приклад и предназначался для пехоты. АК-46 номер 3 отличался от второго номера складным металлическим прикладом и был предназначен для десантников. Автоматы Калашникова на этом этапе конкурса заняли только третье место, уступив обоим конкурентам, автомату Булкина и автомату Дементьева. Комиссия вновь рекомендовала провести доработки оружия. Новый этап испытаний был назначен на август того же 47-го года. Конструкторы автомата Михаил Калашников и Александр Зайцев решили втайне от руководства не доработать, а полностью переделать оружие. Условиями конкурса это не допускалось. Этот рискованный шаг себя оправдал. АК-47 оставил конкурентов позади и был рекомендован в серию. Это автомат Калашникова АК-47 номер 10. Он был выпущен в 48-м году. Автомат имел дульный тормоз, рукоятку при заряжении вот такой формы. Именно в таком виде автомат поступил на войсковые испытания. К автомату остались нарекания по кучности стрельбы, но решать эти проблемы собирались параллельно, не задерживая выпуска серии. В 49-м году автомат Калашникова был принят на вооружение. Помимо АК, в комплекс стрелкового оружия Советской Армии вошел самозарядный карабин Симонова СКС и ручной пулемет Дегтярева РПД. Автомат Калашникова выпускался в двух модификациях. АК с постоянным деревянным прикладом для пехоты и АКС со складным металлическим прикладом для десантников и экипажей боевых машин. Автомат Калашникова АК. Патрон 7,62х39 мм. Масса со снаряженным магазином 4,860 кг. Емкость магазина 30 патронов. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 700 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 800 метров. Продолжение следует... Продолжение следует...